В понедельник глава Серпухова Дмитрий Жариков вновь встретился с директорами управляющих компаний города. На встрече собравшиеся обсудили план мероприятий по ликвидации долга населения за теплоэнергию и отчитались о проделанной работе. В понедельник глава Серпухова Дмитрий Жариков вновь встретился с директорами управляющих компаний города. На встрече собравшиеся обсудили план мероприятий по ликвидации долгов за коммунальные ресурсы и отчитались о проделанной работе. К сожалению, не все жители Серпухова добросовестно оплачивают коммунальные услуги. В результате управляющие компании не имеют возможности платить ресурсоснабжающим организациям за предоставленный газ, воду и электричество в полном объеме. Так образуется долг следующего уровня – компании перед ресурсниками. Ликвидация этих задолженностей для городских властей является приоритетной задачей. Так, на сегодняшний день в фокусе внимания – недоплаты за теплоэнергию. В администрации уже провели несколько встреч на эту тему. И управляющим компаниям вновь настала пора отчитаться о проделанной работе и поделиться конкретными планами на ближайшее время по взысканию недоплат. Как говорят руководители управляющих организаций, зачастую злостными неплательщиками становятся люди, ведущие асоциальный образ жизни. Есть такие граждане, которые умудряются сдавать свое жилье, получать за это прибыль и в то же время уклоняться от уплаты коммунальных услуг. Отдельная категория – наследники, которые не спешат вступать в права, но фактически пользуются доставшимися им квартирами. И опять же – сдают. Со всеми управляющие компании совместно с РКЦ и МособлЕРЦ ведут работу. Сперва обходят квартиры должников и лично общаются с ними. Если более мягкие меры не помогают, принимается решение об ограничении ресурсов неплательщикам, например, об отключении электричества. Крайняя мера – составление иска в суд. С теми же, кто не исполняет решение суда добровольно, работают приставы. Сегодня полностью взыскала причитающиеся средства управляющая организация «Городская коммунальная компания Плюс». Другие компании продолжают свою деятельность в этом направлении. О достигнутых результатах их руководители будут регулярно докладывать Дмитрию Жарикову на совещаниях в администрации.